Проблемы федерального и регионального значения обсудили за круглым столом сторонники Республиканской партии России Парнас. В том числе и ее нынешний сопредседатель Михаил Касьянов, бывший председатель правительства Российской Федерации. В канун выборов партия заявляет о своей готовности к конкуренции. Правда, конкурировать предпочтительнее при условии честных выборов. Избирательная кампания, хотя и до выборов-то еще полгода, начинается у нас традиционно и начинается традиционно. Я не скажу, что, может быть, грубо будет звучать, но начинается с информационной грязи, с каких-то обвинений, зацепок, с переходов на личности. Вот мы не хотели бы, чтобы было так. Мы хотели бы, чтобы все-таки все политические силы попытались сесть за круглый стол и как-то проанализировать ситуацию. И если начать анализировать, то работы действительно много. Местные бюджеты бедны, подчеркивает Михаил Касьянов. В городской казни недостаточно денег на содержание коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ, больниц. Впрочем, и областные бюджеты богаче ненамного. Желание федеральной власти увеличивать пропорции за счет отбирания денег у регионов после моего ухода, оно резко, скажем так, очень активно использовалось. И сегодня это дошло до уровня 60-65%. Это означает, что, соответственно, региональные власти, чтобы спасать свои бюджеты, все это отбирают у местного самоуправления. И там, где люди живут, там должны быть деньги. О том, что у ивановцев в карманах не густо, Михаилу Касьянову рассказывать не пришлось. Он сам заблаговременно узнал среднюю величину местных зарплат. Что говорить, что сказать о зарплате, когда у вас здесь ниже, чем в соседних областях, 14,5 тысяч рублей, примерно там 15 тысяч рублей средняя зарплата, когда вот там в Ярославской области 18, рядом тоже Московской недалеко, там 28. То есть половина от Московской области. Я не беру город Москва, это вообще отдельная страна. Я говорю это не с гордостью, а с сожалением, что такое у нас такая огромная разница. Но Московская область, конечно, к ней можно, так сказать, равняться. Иваново не так далеко даже от Москвы и других транспортных потоков, чтобы так такое быть отброшенной. Поднять экономику региона с колен может текстильная промышленность. Михаил Касьянов считает, что реанимировать ее по-настоящему никто не пытался. Ивановской области срочно требуется грамотная программа по восстановлению текстильного производства. Власть здесь, в области, должна быть способна подготовить вменяемые обоснования, и фактически такую программу. Не просто просить, дайте денег, дайте денег на текстиль, или дайте денег на что-то еще, а подготовить реальную программу, которая бы в Москве в министерствах могла быть рассмотрена как профессионально подготовленная, экспертная, обоснованная программа. Только в этом случае можно будет требовать от федеральных властей ресурсы на ее исполнение. Кроме того, было предложено более целенаправленно развивать машиностроение и строительный бизнес в Ивановской области. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.